Салют, друзья! Это новый выпуск Панкрашоу. В нем мы сделаем обзор кроссовок под бренда 361 именной модели Айрона Гордона из Денвера. Кросс нам прислали прямиком из офиса. Также мы расскажем и покажем, как я восстанавливался после травмы, какие делал упражнения, для чего они были нужны, ну, чтобы максимально подготовить свое тело и быть готовым к игре. Еще один эксклюзивчик для вас, кстати, в этом выпуске. Это индивидуальная работа наша с Ганей, где у нас будет некий челлендж, в котором мы выясним, кто же из нас более популярен среди детей и кого бы взяли к себе в команду. В общем, будет интересно. Если ты еще не подписан на канал, обязательно сделай это. Погнали! Мы начали нашу тренировку с активации в тренажерном зале. Значит, здесь был комплекс, который направлен на стабилизацию. И также на работу и перемещение со штангой, лицом, спиной. Также мы активировали корт в упражнении. Ну, то есть, в целом, наша задача нам было... Нам надо было укрепить тело, прокачать места, вообще посмотреть на движение, насколько буду себя уверенно чувствовать, будут ли болевые ощущения. Ну, и при этом мы делали активацию, то есть, чтобы я максимально был готов работать на полной скорости. То есть, чтобы мы вообще на площадку, и я там уже был заряжен для работы. Дальше на баскетбольной площадке мы работали уже максимально приближенные движения баскетбольные. Пользование резины нам помогало работать сопротивлением. То есть, мы делали передвижение в защитной стойке и передвижение лицом, спиной. Плюс в сочетании с бросками. То есть, наша задача была держать интенсивность, чтобы импульс поднялся, и чтобы я в целом максимально был приближен к игровым моментам, так как буквально через несколько дней я уже приступил к тренировкам. Ну, то есть, это такая подводящая работа, где ты делаешь все, что ты делаешь в игре, но не на 100%, а, допустим, на 90%. Ты смотришь, как у тебя реагирует тело, как оно реагирует при остановках, есть ли где-то болевые ощущения, потому что всегда в процессе восстановления важно ориентироваться на свои личные ощущения, как чувствует тебя твое тело, как ты там работаешь при каких-то обыгрышах. Ну, в общем, такая была интенсивная тренировка, в которой было сделано все. Но в целом понятно, что тело готово, можно работать дальше. Сегодня мы для вас пишем обзор на кроссовки 361 R Gordon 4, если я не ошибаюсь. Сегодня протестируем у нас. Наш специальный гость, а также мой друг Ганя, сегодня будет с нами работать. Сегодня попросил немножко поработать над рыбленным. Хочется улучшить свои качества. Да. Потом вы узнаете, для чего он это делает. Просто в зале тусуется много детей. Моя вот Ганя предлагает челлендж. Кто больше соберет голосов? Как любимый спортсмен, игрок, да и в целом, да? Человек главное, чтобы душа была хорошая. Да, человек. Человечность. А вот это вот, подожди, что готов поставить? Я вот, допустим, готов поставить кроссовочки. Ответить есть чем? Да, сейчас что-то могу. Нет, давай ты майкой ответишь, Ганя. Стой, 25. Вот и продай их. Не, не надо. Продай стрипку на подкаст. Да, стрипку на. 25 тысяч бесплатно. Нет, вот я готов поставить кроссы. Ты что поставишь? Ну, майку могу игровую. Майку игровую берем. Кто больше голосов из 15 человек. Все, сейчас родственникам позвонит. Нет, там дети в зале. А, ну все, ладно. Ну, они меня не знают. Ты-то старый. Почему они не знают? Они из Нижнего Новгорода. Гань, ты же руководишь. Скинул всеответственность на Ганю. Пускай, пускай, пускай он руководит, правильно? Сейчас посмотрим, как он подоговорил. Подожди, стой, сразу с обручем, Гань. С обручем, одну покажи. Нет, 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 на поясе. На поясе. Ха, нет, это не так сейчас, мы потом. Получается, мы делаем раз-два кроссовера. Если поймали ритм, стараемся быстрее делать руками. In and out, кросс, под ногой. In and out, кросс, под ногой. In and out, кросс, под ногой. Сейчас сделаем комбо, смотри In and out, кросс, кросс, под ногой, кросс, под ногой То есть два перевода перед собой, два под ногой И движемся вперед Кросс, кросс, под ногой, кросс Под ногой, кросс Да, и снова ведем То есть вот, раз, два, раз, два, раз, два Сейчас делаем обычные скольжения Вот такого плана То есть получается мы Делаем амплитуду Здесь на эту ногу переваливаем Делаем 4 площадки Ну давай, соберись Еще раз Раз, и как будто мы хотим уйти с этой ноги Ну вот ты представь, что ты меня качаешь Смотри, раз, здесь пауза И ты хочешь уйти То есть тебе надо, получается, вес на это тело перевернуть Нет, ты смотри, ты раз Раз, раз Я не вижу, как Да, кросс И вот, как будто этой ногой выбиваешь эту Вот ты делаешь обычный переход С этой ноги А тебе надо, чтобы ты перевел И с этой же ноги, то есть на ней подпрыжка Да Да Да, да Ну и пробей, разок ее Прощупай, нет Ну сейчас мы тренируемся и потом сфоткаемся Так, давай Так Хорошо, забейте ее Гай Америкосы скольжения У тебя другая, у тебя просто бустер Специальное упражнение выбрал, чтобы поиздеваться Зато там ноги Что ты говоришь? А? Что ты издеваешься над ней? Нормально Еще раз Запомнил мне Здесь скольжение, здесь кросс Под ногой кросс обычный Под ногой кросс скольжение Под ногой кросс обычный, под ногой скольжение Под ногой кросс скольжение Опять под ногой кросс То есть мы делаем сочетание Раз, два Раз, два Раз, два Раз, два Раз, два Раз, два Хорошо Да, я себя гарно сделаю, отвечаю Хочешь, ну что, да? Долевая, да, с улыбкой С ногой касаешься, да, трос Касаешься, трос, да Да, да, да Думаю, тут один Думаю, что он один так может Сейчас работаем тупо и на наут Но одной ногой Здесь скользим И бьем Два-два, да? Забилось? Бля, это твой фирменный двойной степбэк, конечно Кайфуешь, да? Ага Двое Просто центровой Не просто центровой Обыграл, обыграл профика Маленькая позиция, снайпер, шутер Уже шутера у них все свое время Был повержен человеку, который говорит без насто Здесь мне нужно пространство больше Мне нужно, чтобы потапить, мне нужно пространство Здесь мало Я люблю, когда вся площадка в моем распоряжении Так сказать И немножко хоп-хоп потанцую В конце просто степбэк дам Да, да, я бью Здесь начинаем, как делали Под ногой кросс Под ногой кросс И бьем Здесь мы Раз, пространство Раз, пространство Аэрболл? Уже мягко, да? Сейчас изгонить сделаем Изгонить сделаем Пол Джорджо Делаем показ, Джеб Показываем сюда Уход Под ногой Кросс Пауза Удар Раз, два Завершаем Очевидная победа Ну, посмотрим Хорошо Ты сейчас участвуешь в вопросе Тебе надо выбрать одного игрока Ганькевича или Панкрашова Одного Панкрашова Конечно У него Ютуб просто есть Давай сразу сфоткаемся Ты молодец Иди сюда Тебе надо выбрать одного игрока Ганькевича или Панкрашова Иди сюда Вырежем Вырежем Один-один Чего вы пришли? Кого выбрал в команду себе? Меня или его? Дай сюда Дай сюда Не, пятака дай Как его фамилия Александр Ганькевич Ты посмотри По габаритам Видна перспектива Иди сюда, брат Два, да, пока? Нет, до этого Ко мне три подходила Два-два у нас Подожди, что еще раз Ты за него Три-два Кого бы ты выбрал в команду К себе? Ганькевича или Панкрашова? Нельзя Нет, одного должен выбрать Нет Ганькевича Ну, иди отсюда Ганькевича Хороший Четыре-два Ну, подсказ Нет, не будем фотографировать Все, уходи Я выбираю вас Хорошо, а? Четыре-три Иди сразу А я знаю, почему у тебя Почему? А я сфоткнусь Светлый день Давай, давай, сфоткимся Выбрать одного игрока в команду Ганькевича или Панкрашова? Панкрашова Да дай сюда Да дай сюда Четыре-четыре Давай Так, где? Есть аппарат? Снова Ганькевича или Панкрашова? Как нет Ну, хорошо Ты сейчас на канале Панкрашова Надо взять или Панкрашова или Ганькевича Какое давление я не видел В чьей? Подумай хорошо. Он тебя сейчас покупать будет. Буду. Чего тебе красотки? Нет, подожди. Чего? Ну давай, это давление. Нет, это давление. Но нет. Сейчас на канале Панкрашова. Самый главный вопрос. В чьей бы ты команде хотел играть? В Ганькевича или Панкрашова? Сука, брат, ты вообще-то... Не буду фотографироваться. Но нам еще два голоса надо. Мне все равно, я хозяин канала. Чувствую. В чьей бы команде ты хотел быть? В моей или в него? Почему? Я чувствую. А я чувствую у него. Нет, я тебя до дома еще привезу. Ты в чьей команде хотел бы быть? В Панкрашова или в Ганькевича? Нельзя такой. Один надо ответить. Просто ты на канале Панкрашова, потом тебя вырежем и все. Ну скажешь. Четыре, три, два. А Ганькевич не обидится, да? Видел? Я тебя хотел все это дома доверить. Гай, ну мы тебя в добрый путь отправляем. Желаем тебе... Надеюсь, в том момент, когда мы это выпустим, уже и халактики будут. А мы погнали давать честный обзор. По скольки балльной шкале? До ста. До ста. Ганя... Ганя, 82? А я 88, скорее всего. Давай. Держи. Я тоже. Тебе на этом, на чехле, что ли? Да, на чехле, да. Я чехол хранить буду. Да, держи. Ручку. Независимо от того, что я в клочья, с прегребезным отрывом, преимущественно шикарда, еще там был запас у меня. Выиграл все равно футболку дарим подписчикам. Да, разыграем ее. Я их не называю подписчиками. Я называю друзья. Ты молодец. Хорошо, Ганя, вещаешь. Это, кстати, на всякий случай эксклюзивная форма. В ней всего несколько матчей мы сыграли. Сейчас мы будем проставлять оценки этой прекрасной модели. Во-первых, хочется сказать спасибо бренду 361. Мы записываем этот обзор благодаря им, потому что они нам прислали несколько моделей. Сегодня мы пишем обзор на модель Iron Gordon 4. Модель очень интересная. Вообще бренд неизвестный для нас, но очень интересный. На всякий случай MVP чемпионата NBA Йокич играет именно в марке 361. Ссылочку на 361 и представителей в России мы прикрепим обязательно. Подписывайтесь на их телеграм-канал. И также там есть ссылка, где вы можете найти актуальные модели. Ну а мы приступаем. Значит, мы пишем обзор по 10 категориям. Максимальная оценка 10, где 10 это супер топ и 1 это супер галоша. Во-первых, отличное сцепление. Второе, это пластиковый корпус несколько жесткий и может давить сверху на пальцы в передней части при сгибании. Но разнашивается. Полноценная мидсоль из мягкой пружинищей пены. Но слой ее не самый толстый для центровых или тяжелых форвардов больше 100 килограмм может и не хватить. Мидсоль стабилизирована снизу большой пластиной рогаткой. Сбоку, с внешней стороны, по всей длине проходит бортик, также добавляющий жесткости и препятствующий вываливанию стопы. Внутри все мягко и комфортно. Язычок тоже мягкий. Есть подушечка под ахилл. Вентиляция низкая только в язычке. Шнурки хорошие, толстые, распределяющие давления. Деталь, да, это гитара Джимми Хендрикса. Ну, круто. Эта модель на самом деле посвящена Джимми Хендриксу. Есть подпись Айрона Гордона в трехмерной форме. То есть кроссы на самом деле супер стильные, как по мне, но выглядят очень круто. И это первая десятка. По качеству материалов на самом деле все, как мне кажется, очень плотно. В предыдущей модели у нас мы тоже делали обзор. Вот эти петельки, я в них не всегда верю, потому что часто, когда те, кто зашнуровываются плотно, вот эта вот часть она рвется. Но зато здесь, как бы мне кажется, что все очень-очень крепенько. И это, наверное, восьмерочка. Часто вам встречались или нет, у меня были такие кроссовки, которые прям чересчур, чересчур цепляются хорошо. И вот это именно та модель. Наверное, поставлю девятку, потому что мне не очень комфортно, когда супер, ну, то есть, она прямо стопорит аж. Мне показались очень мягкими в плане, в плане приземления, в плане отскоков. И я даже там начал сверху забивать, не знаю, благодаря это кроссовкам. Для того, что кольцо мы повесили на высоту 3, 3,00. Но в целом по амортизации это 8. Удобство посадки. Значит, здесь не совсем, наверное, будет объективная оценка от меня, поскольку у меня 14-й. Они пока есть только 13-го. То есть, мне не мешало тренироваться, но плотно было. Я не всегда люблю вот эти вот высокие пятки. То есть, для ахилла, но в целом как-то вот при приостановках не особо мне помешало, но это 7 от меня. Разноска. Практически с первой тренировки чувство комфорта. Возможно, возможно, их нужно разносить чуть-чуть, но в целом нога садится удобно и чувствует себя с первой тренировки комфортно. И от меня это 8. Снова вопрос про вентиляцию. отверстие мы в комментариях не увидели, что вообще. Нужно ли нам заменить это слово или мы оставляем эту вентиляцию. то есть, опять же, мне показалось, что кроссовки нормально дышат и как-то там сверх нога не потеет, поэтому тоже 8. Значит, что мне нравится, что вот шнуровочка, она очень плотная, то есть, ты прям можешь затянуть, если хочешь более мягенький, да, ну, не сильно затянутый, пожалуйста, хочешь плотно затянуть, они прямо качественно держат голеностоп и в целом нога не гуляет в кроссовке. Вот мне это 9. По переходу на там телегу 361 вы можете найти на ссылочку, где представлены эти модели и, в принципе, там все посмотреть. То есть, цена, мне кажется, что относительно рынка сегодняшнего это даже более чем окей, потому что мы знаем, что многие кроссы уже за 20 переваливают, те же там кейдишки 15, вообще там 25 рублей стоит. То есть, тут цена как раз таки приемлемая, при том, что качество, как мы видим, не страдает. То есть, это, наверное, ну, 9. Значит, 42 размера, ну, так написано в описании, 42 размера 380 грамм вес. То есть, это самая легкая модель вообще из бренда 361, не знаю, 10, наверное. Модель Айрена Гордона набрала у нас 86 баллов, и на самом деле я приятно удивлен. В соотношении цена-качество абсолютный плюс. Какого-то дискомфорта, деревянности или там неприятных ощущений я не почувствовал. А совершенно точно я вам советую эту модель посмотреть, померить. Опять же, мое субъективное мнение, мне кроссовки по посадке были окей, но абсолютно точно к этому бренду стоит присмотреться. Если вам понравился этот обзор, обязательно поставь лайк. Если ты еще не подписан на канал Панкрашоу, сделай это. Субтитры сделал DimaTorzok